Мастер-класс по окраске яиц перед Пасхой, необычная технология, тут салфеточкой упаковали ее и из шприцов тут ее, точнее яйцо это поливали. Так, что у нас дальше там на очереди? Дальше мы должны это все красиво подать, правильно? Пасха это же праздник, и праздник такой весенний, поэтому мы с вами вот взяли траву обычную в зоомагазине для кошек, немножко опилок, нет, опилки у меня кстати красивые, декоративные такие, напиленные. О, у меня к кошке надо травы ей приплатить. Вот, делаем такое красивое, пышное гнездо, вот, теперь... А яйца можно распаковывать уже или нет? Теперь, да, желательно в перчатке, чтобы не были мы фиолетовые, разноцветные. То есть мы уже раскрываем машину. Распечатываем. У меня вот оранжевое яйцо какое-то получилось. Вот, смотрите, у меня результат такой. Покажите. А мне салфеточку. А мне селенький. Распечатываем. Это у тебя старое? Нет, это у меня новое. Новое. Давай это распечатаем тогда. Какое уже у вас готово было? Ой, ничего себе. Вот, и выкладывайте сюда красиво в наше гнездо, чтобы у нас... Во, видишь, как красиво у нас, даже, видите, от салфетки получились такие пятнышки красивые. Во, вообще красивое. Невероятные результаты. А так можно только салфетки использовать или еще какое-нибудь такое покрытие? Если вы найдете что-нибудь такое фактурное, которое хорошо пропитывается водой, то будет здорово. Фактура вся останется на скрупе. Слушайте, ну очень красиво. Во-первых, я действительно не знал о таком способе краски и как-то получается очень красиво. Вот именно благодаря этой фактуре и благодаря тому, что можно... Я всегда думал, как так можно смешать, чтобы вот не было никаких перекрестных цветов, когда там реально привлечается в коричневый какой-то цвет. А вот, оказывается, как можно. Легко и просто. Леба, дай мне, пожалуйста, зеленый. Угу. Слушайте, ну отлично. Девочки, ну скажите, понравилось вам? Да. Дома мам научите? Да. Я бонусом могу вам еще рассказать, как сделать подставку. Давайте. Для того, чтобы, когда вот мы такие радужные яйца красим, нам нужно, чтобы этот цвет один спокойно сух, в подвешенном состоянии. Мы его не можем положить ни на тарелку, ни на салфетку, потому что он размажется. Мы просто как циферблат на обычную губку поролоновую, обычные швейные булавки, вот так вот 12 штук выкладываем. И как раз это вот и пачкать ничего не будет. И пачкать ничего не будет. И отлично. Если губка не новая, она будет хорошо впитывать, и ничего даже не накапает. И мы вот просто вот если окунули в синий краситель, потом сюда ставим, 2 минуты держим, делаем следующий наш этап окраски. И вот так вот. Обычный домашний способ. Иголки. Как просто и, в общем, эффективно. И все это дело, насколько красиво у нас получилось. Я реально в восторге и восхищении вот этих всех фактурных моментов, которые на яйце остаются. Очень красиво получается. Вот смотрите, даже складочки такие образовались, и новый цвет, новая фактура. Спасибо вам большое за просвещение нас. Спасибо большое. Ну и девочкам спасибо за участие. Учите, делайте красоту дома.